1 мая свободный театр из Урая на сцене культурно-досугового центра Октябрь представит спектакль Дон Кихот и Дальго из Ла-Манчи. В студии заслуженный деятель культуры наше, все мастодонт культуры в Югре, да что там в Югре, заслуженный артист, народный артист Югры Леонид Андреевич. И окрестностей. И окрестностей. Доброе утро. Доброе утро. Итак, чем интересен этот спектакль? Ну, помимо того, что там главный герой, говорят, хорош. Главный герой там блистает. Ты что ли играешь? Нет. Пожалуйста. А, вот как. Настолько хорош. Вот поэтому он и хорош. А все остальное. Да. Нет, это очень интересно. И очень интересно. Я когда-то, ну, обычно сидишь в жюри, смотришь спектакли, а самому слабо меня спрашивают, я говорю, да нет, ну, приезжай к нам в Ураль. Я приехал, в Чехово поиграли там, а еще где-то в Островском поиграли. Леонид Андреевич. Ну, вы нас как вообще любите? Я говорю, ну, почему и нет. У них прекрасная труппа, свое здание, хорошо живут. То есть они работают круглосуточно. У них три режиссера, три группы зрителей, актеров. И с утра до вечера там все кипит. Глядишь, через неделю уже готовый спектакль. Вот. И в последний приезд говорят, Леонид Андреевич, вот вам текст, посмотрите, пожалуйста. Мы тут будем вот спектакль делать. Читаю, Дон Кихот. Да почему бы нет? Этого я играл, этого играл, этого играл. А Дон Кихот? Я еще никогда не играл. И это очень интересно, как попробовать. Я когда-то видел фильм с Черкасовым. И Дон Кихот там, красавец, такие усы. Я думаю, ну ладно, усы я бы как-нибудь уже, кто и порет растут. И захотелось просто, знаете, как напомнить молодым людям, когда мы молоды, да у нас всегда есть кумир, мы кому-то подражаем. То Чапаеву раньше в наше время подражали, то Тарзану подражали. Это был просто романтический герой. А когда я увидел фильм с Черкасовым, я подумал, он, понимаете, он всем неверующим просто доказывает своим примером, что есть в жизни романтика, что есть подлецы. Но я для того и есть Дон Кихот, для того, чтобы все изгнать, всю нечисть из жизни. Но надо бороться за это, не сидеть дома, понимаете, надо бороться активно. Ну, думаю, надо попробовать. И когда Лариса Владиславовна, отрежиссер, говорит, все, мы решено, мы едем в Ханты и будем показывать Дон Кихот. Я говорю, мой честный, меня же тут все, там-то я еще как-то могу, да? Там меня никто не знает, да? А здесь же весь город придет. Это же, друзья мои, ну придите, посмотрите, я вас просто, не то что прошу, я приглашаю на этот эксперимент. Мне самому интересно, что у нас получится. Ну, в принципе, там большой спектакль, постановочный, много там мест действия, декорации, костюмы. Ну, в общем, там все всерьез, понимаете? Там страсти кипят, а в конце концов просто рубка идет на мечах. Просто рубка за правду, за справедливость, за истину. Скажите, а как проходят репетиции, если они в Урале и вы в Ханты-Мансейске? А это уже, это уже как привычно, сел в автобус, 5 часов я там, я в 12 выезжаю, полшестого я приезжаю к паровозу. От паровоза я бегу в театр и 7 часов, попивши чаю, мы начинаем репетировать. Какой энергозатратный спектакль. Да, я там спектакль сыграл, на утро меня, значит, опять автобус, и я приезжаю сюда, я все успеваю, я по дороге, я читаю новые пьесы. И, в общем, это приятно, знаете, много видишь нового. Когда сидишь вот в своем каком-то привычном круге, а тут пока едешь, боже мой, да такая природа, такая река Канда, да уж не представляете, как это здорово. Леонид Андреевич, в любом случае, роль нужно же пропустить через себя. Есть какие-то стереотипы про Дон Кихота, да, там куча мультфильмов, фильмов и так далее, но у вас же свое видение. Или все-таки пойдете по лекалам. Ваш Дон Кихот, он какой? Он, что правда думает, что это мея, это самые великаны. Вот там есть, вот мельница, вот великаны, я пойду их сейчас и всех уничтожу. Но этот человек, говорит, хоть кто-то должен кинуться на мельницу, говоря всем, что это великаны, для того, чтобы показать на своем примере, это необходимо когда-то встать и совершить что-то невероятный поступок, который, понимаете, все будут говорить, да он сумасшедший. Ну да. Ненормальный, он ученый, пастухов принял за каких-то там шайку воров. Нет, нужны время от времени, я не говорю, что всем надо хватать оружие, бегать, всех мочить, рубить слева направо. Но должен быть в каждой эпохе, в каждом, я не знаю, поколении, должен быть свой лидер, который пусть это сумасбродный человек, но пусть он деятельный человек, он хочет доказать, что надо бороться за честь, за справедливость, понимаешь, за угнетенных и униженных. И этот, а разве это лозды же любого поколения? Ну то есть тут глубоко. Это действительно, он идет на это сознательно. Павел Андреевич, ну вы, конечно, настолько вкусно рассказываете, что не прийти, это, ну, я не знаю, это смерть, смерть неподобна. Друзья мои, такой случай не повторяется раз в сто лет. Ну тогда давайте пригласим. Давайте так, вот первое, праздник. Праздник. Мало того, что, ну, куда, кому-то очень надо шашлыка покушать, ну, можно же с утра это и сделать. Конечно. Никто же не запрещает и на природе посидеть, и шашлыка попробовать. Но в семь-то часов ДК Октябрь распахивает все двери, все ковры в сторону ДК Октябрь, все дороги ведут только туда. В семь часов ребята волнуются, едут из Урая, для них это огромный экзамен, но они готовы. И вы посмотрите, насколько наш округ талантлив театральной молодежью. Об этом даже, между прочим, на канале «Культура» недавно сняли потрясающий фильм. Проходил фестиваль в Югорске в прошлом году, театральный фестиваль. И приехал видеооператор с канала «Культура», Игорь его зовут, как он снял фильм, как он снял фильм о театральном движении в округе. Ну просто, и потом он прислал нам вот этот самый посмотреть, мать честная, ребята, называется фильм прекрасный, «Священный огонь театра». И он снял минут на 40 потрясающее видео о том, какие театры, какие спектакли, какие коллективы. Мало того, что я до Урая, они с Коголыма едут в Югорск, представляете? Кто на самолете, кто на попутке, кто на чем, с декорациями, со своими костюмами, все, приезжают туда, чтобы увидеть и чтобы показать себя. Итого, 1 мая, 19.00, ждем буквально 34 минуты, больше денег не ждем, закрываем двери и наслаждайтесь, ребята, этим счастьем. Дон Кихот, Дон Кихот и Дальга из Ла-Манчика, в главной роли Леонид Андреевич Архипов. Это будет шедевр, друзья, Леонид Андреевич, хорошие премьеры в Ханты-Мансийске. Благодарного зрителя, полного зала, ну и, конечно же, здоровья и творческого вдохновения. Вам спасибо огромное, что пришли. Всем спасибо, спасибо. Доброго буду рутера, Злаим Иванович. С гостем прощаемся, с вами живемся две, две с половиной театральных минут, дождитесь. С гостем прощаемся, с гостем прощаемся.